Подвиги героев Абазашта, Абазин и Бессмертный полк, Абазинская детская поэзия, книга об абазинском фольклоре и абазинской литературе, а также сборник поэтических произведений «Наследие царя Абазков». В Доме печати прошла презентация этих пяти книг о новых изданиях Александра Коваленко. Вечная слава героям! По таким названиям пять лет назад вышла в свет книга о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто не вернулся. В период пандемии представители редакции газеты Абазашта и Международное объединение Алашара трудились над вторым изданием книги, которая получила название «Бессмертный полк Абазины». Она была создана к 75-летию Великой Победы. В нее вошли именно всех участников войны, ушедших на фронт из абазинских аулов. Очень многие звонили и говорили, я нашел в этой книге имя, фамилию, отчество своего отца, которого в жизни я не видел, потому что я родился после того, как он ушел на войну. К юбилею Великой Победы организация Алашара подготовила второе издание еще одной книги «Подвиги Абазашта». Это сборник, в котором описываются боевые заслуги выходцев из абазинских аулов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Все эти описания взяты из наградных документов. Издание дополнено именами 49 героев. Все они отмечены орденами и медалями. То есть там нет ни одной выдуманной истории, это реальные подвиги реальных людей. Также в рамках реализации комплексной программы по сохранению и развитию языка, культуры, духовности народов Абаза на период 2017-2019 годов, разработанной Международным объединением Алашара, были выпущены две книги. Одна из них «Истоматия. Абазинская детская поэзия», подготовленная абазинской поэтессой Екатериной Шхаевой. И книга «Касая Баталова. Об абазинском фольклоре и абазинской литературе». Здесь нужно отметить, что когда принималась программа, «Касая Баталова» уже не было в живых. Завершил работу над этой книгой журналист ГТРК «Карачаева-Черкесия» Хаджисмель Аджибеков. Он является редактором двух этих книг. Эта книга содержит бесценный материал. Он при жизни не успел собрать полностью, сформировать полностью эту книгу. Но нам с его супругой Шхаевой Баталовой Екатериной Меджидовной пришлось по крупицам до собрать недостающий материал. Плодотворная работа «Айток. Книжная новинка. Наследие царя Абазгов» Хаджисмеля Аджибекова также была представлена на пресс-конференции. В сборник вошли роман в стихах, поэмы и стихотворения, с которыми в ближайшее время ознакомятся школьники. Тираж каждой презентованной книги составляет более 500 экземпляров. Все они будут направлены в библиотеки школ городов и районов, что даст возможность сохранить культурное наследие абазинского народа.